Время. Итак, лекция номер 6, физ. хим. кормокурс. Значит, я услышал тут разговор, не знаю подробности разговора, чем отличаются наркотики. То есть, в чем характерно, что для веществ характерно, что это наркотик. Вот я вам хочу сказать свою точку зрения на это, потому что когда-то я приглашал из тех в работу духовно-нравственных лекций психолога, который занимается реабилитацией наркоманов. Но там было намного меньше людей на этой лекции, чем из тех, и типа умные. И некоторые, по-моему, пришли туда только для того, чтобы, ну как сказать, показать какое-то вообще свое превосходство. Вот. А там такая тоненькая женщина, Савина Екатерина Алексеевна. Вот. Но я запомнил какие-то моменты из этой лекции, вот, в жилет. Здесь. Как в прошлой лекции, я их помню. Ну вот, яркий образ был такой, как выглядели, собственно, три стадии наркомании. Вот. Как человек, подходящий к краю пропасти, такой гладен, не может сразу точно сказать момент, когда он в нее сорвался. То есть он к ней подходит, вот, и возникает что? Представляете себе, почему подходит к краю? Вид открывается, да, и бежится так легко. Вот. Короче, моя первая стадия наркомании, он ощущает удовольствие, и он не чувствует зависимости. Он не чувствует, что он летит, и он, собственно, в принципе, и не летит. То есть он действительно, в принципе, может остановиться. С какой дозой это произошло? Да, в принципе, там у разных наркотиков, там, можно сказать, что с разной, но привыкли считать, что с первой. Ну, а на самом деле, в чем причина? В том, что язык, который вот так вот разворачивается, практически нет. Ну, понятное дело, что если вас заставили принять дозу, да, плюс удовольствие и минус зависимость. Если вас заставили принять дозу, то есть вам вкололи, там, не знаю, морфии, опии, героини, там, не знаю, что-то вот с вами сделали, вот, и, ну, в этом смысле вы там оказались случайно, да, вы оттуда сразу разворачиваетесь, да, и физическая зависимость, она может не наставить, это может вас спасти. Понятно, да? Ну вот, но чаще всего дело начинается с чего? С интереса, а какое действие в наркотиках, а что происходит, если принять его в жизни человека? Ну, как, а посмотрим-ка на тех, кто принимает, на видеозапись всего лишь. Ну, вот этот интерес опять, кто, дальние подступы. Дальние подступы, но тем не менее, человек смотрит, а интересно, что так? Он узнает, что, а, оказывается, после первой дозы, еще это физиологически, ничего не это. После второй тоже не факт. И он действительно принял, подойдя на шаг, он не падает. Можно и две недели, и три недели не принимать. Я свободен, в зависимости нет. А почему? А раз я свободен, то что? Почему бы? И он, чувствуя свою свободу, чувствуя свою независимость, подходит ближе и ближе и ближе, а в то же время вещество делает свое черное тело. И формирует независимость. Только до момента человек полетел, до момента он не осознает, а осознать не может. Это вторая стадия независимости. На ней человек получает удовольствие, и он, в принципе, может осознать, что он зависим, хотя я сейчас его не осознаю. Более того, организм, по-моему, толерантность к наркотику называется, вырабатывается устойчивость, печень раскачивается, научается бороться с этим веществом, как его быстро нейтрализовывать, увеличивается в размерах, и тогда, в общем, в принципе, получится бороться с этим ягод, и переваривает его достаточно легко. Поэтому человек вынужден, чтобы достигать удовольствия, увеличивать дозу, но удовольствие при этом все нормально. Все в порядке. И потом ситуация какая? Третья стадия. Человек разбился. То есть он упал на бровь. Третья стадия характерна чем? Это минус удовольствия, плюс удовольствия. А самое интересное лучшее. Что происходит потом? Вот в этот момент любой наркоман говорит, я наркоман. Спасите меня, сделайте что-то. Он приходит к родным, говорит, мама, я не знаю, что делать. У меня вот все, я перелимаю дозу, никакого радости никакой нет. Девчонки. Надо голос обсуждать, вы что? Но смысл в том, что он готов, он идет ко всем, он на всех вешается, он ноет. Спасите меня. Ну естественно, что родные делают? Они отправляют его в больницу. Вот я, насколько я слышал от нее, то там от героиновой зависимости двухнедельная больница реабилитарная. То есть там ему вкачивают промывка крови, всякие капель и так далее, какие-то там таблетки, чтобы восстановить как-то печень и все прочее, там внутренности и все, чтобы снять, собственно, ломку. Ему снимают синдром ломки и в каком-то смысле его поднимают наверх. А дальше возникает самая главная фишка. Он чувствует себя независимым. Он ходит, все нормально. Ну да, чуть-чуть я не очень хорошо, не такой спортивный. Ничего, я независимый. Это похоже на цикл «while true». Это и есть фишка. Поэтому, в принципе, реабилитация медицинская, она составляет, конечно, важную, конечно, существенную часть, но совсем не единственную. Поэтому без психолога тут дела нечего. Есть такая программа, но на всякий случай, если кому-то вдруг надо, будет фистейки фистехами, но у нас есть родственники и так далее. Программа «Семь шагов». Ее придумали при русских, ее придумали, по-моему, англичане. Я их не помню, но я помню первый шаг. Очень важный этот первый шаг. Первый шаг – это перестать полагаться на самого себя, доверять себе самому, верить в самого себя. Перестать верить в самого себя. Я смогу победить, но ни хрена не сможешь. Ничего, ты все, ты слабак, ты побежденный. И даже если тебя вытащить туда, то ты уже побежденный. Вот казалось бы, дурной первый шаг, правда? Но наоборот, весь мир все учат чему? Ну, Михаил Боярский поет. «Поверь в себя, поверь в себя». Нормально, это состояние такое. Давай, справишься, бежит. Понимаете? Оказывается, очень много сильных людей. У меня сильная воля. Я смогу победить наркотик? Это дополнительный аргумент, первый раз попробую. Но я смогу отказаться. Понимаете? Очень сильных волей, супер качков и так далее. И вот они в конечном счете, на десятый раз, они уже, да, еще один интересный момент. Первый шаг, значит, еще раз, не верить в себе, не верить в себя. Я ничего не могу, я не могу победить наркотик. Я наркоман. То есть, или 7 шагов, это еще для алкоголиков. Соответственно, это для клубов анонимных наркоманов или анонимных алкоголиков. Это не значит, что он ходит и трубит, и всем говорит, я наркоман. Но он четко должен для самого себя и в рамках этой группы взаимопомощи должен уметь сказать, я наркоман, я действительно грешник. Пока он этого не мыслит в себе, спасение по этой методике невозможно. Потому что, когда он сделал первый шаг, он может совершить, там, второй шаг, там, по-моему, это положиться на на Бога, как я его понимаю. Если человек не верит в Бога, то на группу, да, вот, как на внешнюю силу, как я вот могу только, да, вот, я сам не способен, короче говоря, поведет в эту проблему. И фишка в том, что вот эта вот неспособность, она удерживает человека. То есть, если его вытащить, то он может провести всю оставшуюся жизнь в трезвости. Теперь по поводу того, что является наркотиком. Ну, наркотики встраиваются в систему ценностей. У каждого человека есть ценность. Это вещи, которые цены, это второй момент из этой репции, про которую я тоже расскажу. Они цены сами по себе. Понимаете? Ну, вот, например, образование в ТИ. Вот для некоторых оно является ценностью, а для некоторых это все лишь цель. Ну, то есть, она получить диплом у фотоизма, это цель на пути к научной работе. Например, да, в этом смысле, если выгнали из тех, человек нормально будет, так сказать, пойдет, другой получать, да, заканчивать. Другой вариант. Цели, они не самооткрыли. А, например, здоровье, оно ценно само по себе. Да, семья. Ну, разная бывает степень независимости, есть и сортировка ценностей в психологии, да, чтобы свою, свою систему ценностей построить, увидеть, да, соотнести, что для меня более-менее ценно. Ну, я, допустим, допустим, вот так, семья, да, семья, здоровье. Здоровье важнее, чем образование, да? Вы не собираетесь учиться ущерб образованию, да, ну, очень слегка. Образование, может быть, у вас 2-3 на другом образовании. Да? Четыре. Я не знаю, может, какого-то музыка, акцент, да? Может, как музыка, слушать музыку, там, самоцент. Так вот, наркотик, что он делает? Он встраивается именно в систему ценностей. То есть, он туда встает, на какое-нибудь там, это место принять наркотик. Не потому, что это предлагает здоровью, образованию, семье, а просто так. Потому, что это тоже ценно. Причем, в самом начале, когда человек первый раз заходит на этот круг, это для него ценно в последнюю очередь. То есть, когда у него нормально, к нему мама относится хорошо, друзья, а, дружбу я не написал, друзья там хорошо, со здоровьем у него там, все он, как сказать, измерил, как дружба. Или выпить спиртного, чтобы не упасть. Да, образование, он выучил уроки, все готово, и можно ее находить, в принципе. Да, но, он потом поднимается выше и выше, в какой-то момент становится важнее, чем музыкальная жизнь, вообще не считается. образование, то есть, образование не перестает быть ценным, оно не попадает в систему ценностей, но оно после наркотиков. Вначале принял дозу, потом спокойно идти учиться, и так далее. Потом уже наплевать на здоровье. Ну, я еще раз говорю, система ценностей может быть разной. Да, я просто чисто для примера набросал, потом он становится выше уже там, семьи или вообще морального поведения в обществе, там, признания в обществе. Вот это, понятно. Да, и пока он не встанет на первое место, вот, человек еще в каком-то смысле не выглядит как совсем законченный наркоман, он вроде ведет социальную жизнь, вот, но все остальное после наркотиков. Понятно? Ну, вот такая вот история. Теперь еще один момент. По поводу, вы меня просите, что я отпускаю эту муниную аффекцию? Просто я не знаю, где-нибудь вам рассказывают это, рассказывают, вы мне там отменили. Это что является наркотиком? Вот, собственно, химические вещества, да? Ну, понятно, что химические вещества, да, обычно алкоголь дописан сразу через запятую, причем, как сильно действующий наркотик, потому что по опыту тех, кто занимается реабилитацией, даже героином наркоманов можно пересадить на алкоголь, на спирт, этиловый. То есть, наркотики соотносятся друг к другу по силе, более сильно, можно вместить более слабо, да, есть там такая практика, которую в Европе пробовали, это неоправдание для себя, пересаживание героиновых наркоманов на методом. Потом с методомой. Клинклик. Галиев. А? Клинклик. Короче говоря, смысл в общем. Я считаю, что наркотики существуют не только химические. Зависимость есть разная. Есть лудомания, зависимость от этих денежных игр, азартных. А есть просто игромания, когда человек сидит играет в компьютерный рейд. Так вот, я вам честно признаю, будем считать, что это анонимный. Игроман. Я игроман. И я знаю, что если я подойду к этому правилу, если вот я вот заинтересуюсь и позволю себе, что со мной произойдет. Это опять будет что-то наплевать на все остальные ценности. Они после. Они в принципе да, ну после. Поесть, поспать, и можно обнаружить себя среди ночи играющим в какой-нибудь РПГ, не получающим никакого удовольствия с красными глазами совершенно и проводящим за этим очень много времени. Понимаете? То есть третья стадия, она для опыта зависимого, она наступает очень быстро. Удовольствие можно нежно. В то же время опыт жизни показал мне, что есть какие-то движения души, которые страстные, такие вот зовущие к себе, которые напоминают действия химических веществ. Например, гнев, или обида, или раздражение, или плотская близость. Вот это зовущее желание. И там тоже есть элементы толератора, выработки толератора. В начале первый молодой человек, который втихаря погребел на свою однокласснику, он уже прямо вот там потом и поэтому уже мало. ему надо целоваться в засосе, знаете, потом это вообще уже ему надо больше, а потом доходит до того, что он пытается хоть какими-то извращениями, как это, как в анекдоте про кошку, кисонька, но еще хоть капель. Ну то есть он хочет что-нибудь подвыжить, а у кого что-нибудь нет, у него остается зависимость. Вот это может быть у вас есть понимание или чувство такое, интуиция. Вот можете себе представить, простите меня, Пугачеву, которая уже должна быть прабабушкой по возрасту, понимаете? Я вот по ее внешнему виду видно, я привожу конкретный пример, не чтобы особенно человеком, но она явно страдающий, потому что какое-то удовольствие, радость, как-то представляется, понимаете, да, но человек очень высоко себя мнит, из этого, между прочим, не случаются и те, кто из самозащиты, случаются такая вещь, как гипо-радость, я бы сказал, люди самооправдываются таким образом, но фактически удовольствие и радость это уже не приносит. То есть есть какие-то вещи невозбранные, да, там, например, в принципе, пить венот человеку, в принципе, можно, но если ты не хочешь уничтожить эту возможность для себя окончательно, нужно просто держаться от этого подальше, насколько возможно, чтобы это случилось несколько раз в их жизни, например, да, и тогда ты получишь от этого такой радости необычной, что это будет существенно, да, если выйдет асфальт, да, и никогда поэтому не пить. Ладно, простите меня за большое вступление, и очень. А что за анекдот прокиснет? А? Что за анекдот прокиснет? У нас такой же ситуации. Ладно. Алкоголики нашли, я не знаю, белые нашли цистерну со спиртом. А, нет, мужики нашли за стороны со спиртом, а женщины кинули туда кошку до клада, чтобы они не пили. Короче говоря, итак, структурное программирование. структурное программирование. Почему? структурное программирование это парадигма программирования. Таких парадигм достаточно много, и они некоторые даже несовместимы друг с другом. С чем это связано? Представьте себе, что вы строите дом из кирпича. Понятно, что у вас должна быть некоторая модель мышления. Что вы делаете? Берете кирпич, да? Дальше вопрос, как строить, собственно, да? Вот существовало когда-то в истории человечества вот такая парадигма кирпичи, глади на кирпичи. Вот такая парадигма. Стены такие находят, то есть в какой-то момент вот именно так строили кирпича, да? И очень легко эти стены ломаются, потому что здесь это держится раствором, да? Растворы были несовершенные, там, не цементом, 500-ый, там, маркетом, да? А, естественно, это раз, и они посыпались в сторону. Выламываете кусок стены, да? То есть соответственно было сделано некоторое изобретение, какой-то человек сказал, ребята, надо класть кирпичи вот так. Так? И появилась парадигма, новая парадигма о класть кирпичи. И теперь, соответственно, людям, это же несложно, да? Достаточно простая вещь, которую нужно осознать, как счет, счет, строитель, бери кирпич, колоди на промежуток. Все, освоил, понял парадигм, но, правда, требует иногда некоторых трудностей, потому что нужно пол кирпича изготовить, накрачивать, взять кирпич, разломать, положить, да? Потому что иначе убирка возникает хуже, ну не хуже, но проблема. Поэтому использование парадигма может некоторую проблему представлять. Потому что там без проблем то ровными кирпичами кладешь, и проблемы не возникает. Но понятно, что из этого получать. Короче говоря, вот в программировании важно не только владеть синтаксисом языка, то есть берем раствор, берем кирпич, кирпич на раствор, кирпич на раствор, да, а очень важно владеть еще и некоторыми тонкостями и общим подходом. То есть пока нет этого общего подхода, вы не будете работать хорошо, результат будет разваливаться. Понятно? структурное программирование является ключом к в частности объектно-ориентированной программированию. Поэтому его обойти нельзя. Придумал его Дейкстра, по-моему, Эдвер Дейкстра, популяризировал его Никлаус Вирт. Очень сильно, в частности язык его Паскаль, вот он структурный язык программирование. Значит, я вам описываю из чего выглядит код. Код состоит из цикла, а, да, последовательного наполнения. Надо сказать, что структурное программирование применяется к императивным языкам, где, в принципе, по-моему, выяснение происходит последовательное прологу функционально типа хаскалярными из последовательного выполнения, из условного и давайте это решение из конструкции ветвления ветвления и циклов. Ну, казалось бы, фигня какая-то. О чем разговор вообще? Понятно, что код состоит из последовательного исполнения конструкции ветвления и циклов. Это вам понятно, как людям, которые начали программировать из паскаля, си или питона. А если бы вы начали с языка низкого уровня, вы помните, когда я начинал с принципа фон-нейла. Там что было? Условный переход. Ну, язык программирования он реализовывал как go-to, находящийся в ифе. Да, и, собственно, структурное программирование говорит смерть go-to. Не используй go-to никогда, ни для чего, ни зачем. Так в паскале же есть go-to. паскаля есть go-to. Но принципы структурного программирования запрещают его использовать. Говорят, что оно не должно использоваться. А есть он там потому, что это было нормой, если бы его там не было, было бы для языков всех времен было бы совсем странно. Потому что он должен быть отражением ассемблера в каком-то смысле. Да, и go-to было бы странно. Дело в том, что go-to он ведет себе вообще непонятно и непредсказуемо например в прыжке внутрь итерации цикла. Выпрыгивание из итерации цикла это еще ладно. Ну и я там могу построить какую-то конструкцию, которую я вам рисовал или нет я не знаю. Нарисую конструкцию, которая приводит к непредсказуемому поведению. Но на обычных циклах ну как сказать в принципе наверно можно предсказать как-то этот цикл остановится. Ну не факт. Не знаю. i плюс равно 1, k плюс равно 1, да, i меньше 10, да, прыгаем, да, k меньше 10. Но тут еще можно какой-нибудь оператор добавить, который меняет эти самые i или k, да, то есть у нас получается какая-то вот такая вот цикла. То есть я сейчас нанесу траектуру движения по данному участку впалывания. Ну например, крутится цикл, да, пошел вот так покрутил цикл. Потом что? Вот так снова крутится. Вот так вот раз, вот такие пожалуйста, потом раз и выше. Или не решил. То есть это слабо предсказуемая конструкция. Это не вложенный цикл. Это цикл, который просто ради примера простейшей конструкции, которая нереализуема структурно программированием. Но структурное программирование говорит о том, что это и не надо. Скрипач не нужен. Волту не нужен. Для реализации нормальных понимаемых программ он не нужен. И еще один момент. Вот в этом же пункте, да, в этом же пункте все эти конструкции, да, вот все вот эти конструкции, их нужно использовать с отступами. Ну, то есть, когда у тебя код вложен в цикл, ты его и сместил вправо на два пробела, на четыре пробела, на табуляцию, то есть, сместил его. А теперь, внимание, вы, программирующий на питоне, вынуждены будете соблюдать пункт 1, потому что по-другому на питоне писать просто не получится. То есть, для вас пункт 1, обязательно тут вроде бы делать нечем. Двигаемся два. Пункт 2. Пункт 2 говорит, повторяющиеся фрагменты кода. Давайте я так коротко напишу. Повторяющийся код. Код оформляй в подпрограмму. Оформляй в подпрограмму. Естественно, что язык программирования должен обладать синтаксически этими подпрограммами. процессор должен обладать их поддержкой, ну или хотя бы интерпретатор, компилятор должен как-то справляться. То есть, даже в языке блок-схемы можно сделать подпрограмму. Но смысл в том, что вы можете в любом месте какой-то готовый цельный код взять и просто вызвать. Он обработается и вернется в то место, откуда вызывали. Логично? Логично. А теперь в том, что это пункт 3. Пункт 3. Это главная фишка для породения структурного программирования. Двигайся мыслью сверху вниз. Вообще ничего не сказать. Что это значит? Дело в том, что пункт 2 по сути как нас призывает действовать. Это такая парадигма движения снизу вверх. То есть, я пишу программный пункт. Мне нужно решить какую-то задачу. Составить алгоритм. Я начинаю его писать. Пишу, пишу, пишу. И тут вдруг у меня возникает необходимость ну, например, считывать число меньше 100. И говорить пользователю введи еще раз, когда он мне писал число больше, чем 100. Ну, или меньше 0. Я беру и у меня вдруг возникает маленький кусочек кода, в котором содержится input и цикл, который я беру и его оформляю в подпрограмму. Логично. Потом я вдруг заметил, что у меня еще какой-то кусочек кода тоже повторяется. Я его взял и оформил в отдельную это движение снизу вверх. Более того, вы можете начать так, а что мне вообще понадобится? А, мне понадобится вот это считывать. Ну, да, я напишу. Или, о, а я знаю, как, не знаю, я сейчас хочу сравнить опять же с тем же самым домом, да? А я знаю, как фундамент копать. О, сейчас, давайте я сразу фундамент а я знаю, как окна мне сделать. Или крышу. О, сейчас я быстренько сколочу крышу, а потом посмотрю, как это приставить. А потом вдруг раз, фундамент у вас есть, да, крыша у вас есть, да, но почему-то она, это, крыша, фундамент, они стенами плохо соединяют, непонятно, как стены теперь делают. Вот. Если кто-нибудь когда-нибудь занимался строительством или зайдется, вы меня поймете. Я сейчас вам нарисую план движения. показать можно, что такое сверху вниз. Только опытно. Мне придется писать программный круг. Но я не буду выводить его на проектор, я буду писать прямо на доске. Но перед этим в начале общий план. Да, я еще вот здесь допишу. Двигайся мыслью сверху вниз. Или короче говоря, мечтанию. Мечтанию. Это что-то похоже на решать проблему по теме их поступления. Сейчас пойду. Итак, предположим, что я хочу построить дом. Я хочу построить дом. Представим себе, что я решаю эту проблему, следующим образом. Я вызываю мака, которому передаю свою модюльку, на которой я нарисовал домик, секретарь. Ну и, наверное, деньги. Потому что дом построить без денег нельзя. И деньги. Ну, деньги мы сейчас... Давайте не будем протучить, чтобы тоже рисковать. и получаю результат. Я получаю реальный дом стоящий в соответствии с моим картиночкой. По картиночке строить дом, конечно, не лезет. Но это отдельно. Человека, которого я хотел бы позвать, еще нет. Нет. Но я его предполагаю. Давайте вот я прям так и напишу, как бы, как решение могу условно. Да, я вот этого вот человечка назову main. И самого вот этого человечка оформлю как функцию, как программу. Dev main. В самом низу я его вызову. Это связано с тем, чтобы сами функции у меня тоже располагались сверху вниз по порядку. Ну и в конце я просто эту функцию вызову. Это позволит мне вызвать функцию после того, как все вышележащие функции определены, а значит все вызовы будут запозны. Потому что кто не считает, что функция уже была определена в момент вызова. Короче говоря, вот здесь вызов в самом низу, а в самом верху описан функцию main. Итак, как я буду поступать? Я буду считывать задание с клавиатуры. Затем что? Я буду использовать некую магическую функцию, которая построит мне дом. Все, эта функция будет что? House равно ну как мне назвать эту функцию, даже не знаю. Make House. Make. Make House. Я мечтаю о ней, конечно у меня этой функции нет. я этой функции передаю задание task, эта функция возвращает мне House, я что? Я соблю придуманный мной самим интерфейс. И после этого давайте сделаем брит этого House. Ну я примитивно сейчас мыслю, понятно, что здесь task и House это у меня, ну не важно какие структуры, может быть это большущие списки, объекты, а может быть это просто числа или строки не суть принципиальной сейчас, да? Не принципиальной, но смысл в том, что у меня есть функция, которая называется Make House, должна быть, я мечтаю о ней, понимаете? Давайте я еще одну вещь нарисую. Представьте себе, что это таймлайн разработки моего проекта, вот это initial commit, начальное состояние, в котором у меня молодые люди. Еще ничего нет, вот я написал то, что написал, это я сейчас что совершаю? Взлет, это взлет мечтания, то есть я вот, оп, но естественно, что попытаюсь, я попытаюсь запустить эту программу, что мне скажет на оперативатор, извините, identifier not found, unknown function сказал на компилятор, я не знаю, что это такое, извините, как мне сделать так, чтобы я мог бросить программный код на 5 минут, пойти попить чай, отдохнуть, а может быть поспать, потом вернуться и продолжить. Бросать вот так запрещено. Нельзя. Методологически запрещено, потому что нельзя коммитить программный код, который не собирается. Это одна из парадигм, которая не принадлежит структурному программированию, но это парадигма непрерывной разработки, но запомните, пожалуйста, программный код в момент коммита должен выполняться, в случае компилируемого языка, компилировать, в случае питона выполняться, то есть там не должно быть тупых синтактических ошибок. В данном случае у меня есть вроде все, я размечтался, но не реализовал. А теперь внимание, что мне надо сделать? Итак, мы приземляемся. Вторая часть вот этого вот движения. Я беру и прописываю эту функцию def made house, но делаю это сумбурно, быстро и самое главное неправильно. то есть я вместо реального волшебника, который делает мне дом, я сюда ставлю мошенника, который делает вид, что возвращает мне нормальный дом, а сам чисто соблюдает контракт. То есть вот чисто он реально принимает бумажку, он реально возвращает нечто похожее на дом, то есть того типа, который я ожидаю. Давайте еще раз говорю, допустим, дом это строка и все. Да, то есть вот что делают? Оставьте тут чуть-чуть место. Return, ну допустим, дай мне напишем, home, в кавычках. То есть некая заведомая лажа, которая точно не является нормальным домом, но формально типа того, который ожидается. Да, то есть у меня дом имеет тип строка. при этом прямо тут написана вот такая штуковина fixme большими заголовными буквами. Вы знаете, это не является синдексом ни одного языка программирования, но это настолько распространенный прием, что он поддерживается средами программирования, и они выделяют вот такую надпись красными буквами, пайчан целый список fixme у себя пишет. Когда у вас есть fixme код, и вот там отдельное окошко, которое можно находить. Это что значит? Почини меня. Я сделал что? Это функция, да, и данный программный код уже работает, потому что я сюда подставил да, это мошенник. Да, это мошенник, он реально не возвращает, но все можно запустить процесс и отыграть эту игру. Понимаете? Естественно, что тестировщик, протестировав данную программу, он может в API, можно приступать к тестированию. Понимаете? То есть за эту программу можно сажать не программиста, который будет программный код читать, а который будет ее запускать. Да, и он будет сказать, о, число ввести можно, но выводит хребен. Да? Вы говорите, о, все, все нормально, правильно, не переживай. Я ему 5, он холм, я ему 6, он холм, все одинаково пишет, ничего нет, никакой зависимости. Так, но на самом деле я не имею права так бросать программный код еще по одной причине. Когда я проснусь, приду завтра на работу, мне будет не совсем понятно, а что сделать, читая слово, почини меня. Очень важно оставить документацию к этой функции. ведь я, придумав ее, размечтавшись о ней, я ведь ее назвал, и само название функции, а это, кстати, тоже очень важно, когда вы мечтаете, придумываете функцию, то название функции должно отражать ее суть, сущность, смысл, понятно? если смысл жизни вещь абстрактная, то смысл функции вещь конкретная. Что функция делает? Деятельность и подход. Что она делает? Здесь все просто, make count, и вы читаете. Если я написал здесь def something, да, или solve task, было бы вообще непонятно, правда? вот я на лекции для программах это назвал функцию solve task, было непонятно. Но, тем не менее, надо пояснить, а вдруг я утром проснусь больной, и другой программист будет делать это место за меня, он будет фиксить эту книжку. Значит, мне нужно подробненько сказать, что такое task, какого он типа, и что мне нужно вернуть. Поэтому я пропишу здесь по-русски или по-английски больших команда это по-английски, напишу, что эта функция делает надежный дом, надежный дом, при этом task это зарисовка типа int, сейчас я тем не менее примитивно, но вот как зарисовка типа int, а return он делает return что строка строка собственно с домом и закрываю тройную двойную кавычку. Это вы помните это синтаксически просто строка причем есть такая фишка эта строка никуда не присвоена она она просто валяется тут и все нет такого с равно она просто тут валяется такие строки называются документ строкой вот эта штука это документ строка строка документ строка является подробным описанием функции и тем что выдаст функция help так скобка ее выдаст help встроенный в бетон help функция когда мы скажем help make out вам нравится а вы может быть не пользовались help для стандартных функций а может воспользовались но если вы воспользовались и вам понравилось что вы в любой момент можете сделать help и он вам рассказывает что функция какие параметры что возвращает да то вы должны осознать насколько это важно а особенно это важно даже не тогда когда вы пользуетесь этой функцией хотя когда вы пользуетесь это важно а еще этот контракт важен когда вы описываете эту функцию документ строка содержит не просто список параметров и возвращаем назначение да она содержит ну давайте напишем содержит информацию о типа и смысле параметра потому что тип тип может не сказать точно какой смысл им да и смысле параметра и возвращаемого значения возвращаемого значения запятая допустимых диапазона в рамках типа допустимых диапазона значений это все называется интерфейс функции то есть язык взаимодействия да и если учитывать допустимые значения диапазонов то это еще называется контракт контракт функции есть более мощное парадикла программирования которое не поддерживается питона не поддерживается языком си плюс плюс да это программирование по контракту она поддерживается в очень небольшом количестве языков вот но факт возможно но возможность использовать ее элементы есть и в питоне вот нужно понимать что очень важно заключить контракт что должна делать эта функция при каких параметрах как только у вас есть документ строка вы можете действительно выдавать это на тестирование и эту функцию можно тестировать если она работает не так как тут написано то можно требовать ну вы понимаете сейчас это описание очень непонятно что как мне может быть return home это все в порядке нормальная работа понимаете то есть это описание должно быть достаточно четким чтобы было понятно что является правильным что является неправильным именно под этой документацией можно судить о правильной странице короче говоря вот когда я вот это написал вот это это действительно первый комит можно действительно забыть на время программы да 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 то есть строка которая находится сразу после заголовка функции, при этом никуда не присвоена, она является в документ строкой, и она будет, ее можно всегда вытащить обратно, метода call позвать, да, или есть еще другой вариант, два подчеркивания doc, два подчеркивания атрибута функции, ну, как бы вам проще вот так через call. И это для людей, или для компьютера тоже? Программы пишутся для людей, нет, для выполнения наплевать, вы понимаете, вот вам, вот когда строят дом, кладут кирпичи, скажите, пожалуйста, вы читаете чек, в чеке написано, там написано кирпичи, раствор, точнее раствор там называют, цемент, песок, а зачем вам шнурка, веревочка там такая, шнурки извели, 10 мотков, давайте сократим, вы не будем выдавать им шнурку, знаете, что это шнурка? Ну, веревочка такая, натягиваем ее от одного угла до другого угла, чтобы кирпичи ровно класть, выкинуть шнурку из-за расходов, наверное, можно, да, вот так можно не писать документ в строке, понимаете? Вроде бы от этого ничего не меняется, выполняется все, оно же не несет функциональной нагрузки, да, чисто теоретически можно было бы потом все эти, ну, шнурка, она удаляется, да, она не остается там в кирпичах, ну, каждый раз переносит, переносит, когда грязное выкидывают, берут, следующее отматывают, ну вот, а документ в строке остается, но в принципе, если их потом удалить из кода, программа какого-то хуже не станет, понятно? Да. А ничего, что мы обращаемся в Make House до того, как ее описываем? Дело в том, что методологически очень важен процесс взлета и падения. Я сейчас раскрою функцию Make House, я сделаю его не мошенником, а реальным чуваком. Давайте для начала, я не буду делать перерыв, я буду рассказывать, ненапряженная лекция. Ну, давайте попробуем сделать его не мошенником. То есть это дядечка, который приятно улыбается, да, с галстуком, ну, как вы приходите в какую-нибудь контору, которая строит дома. Там менеджер вас встречает и в каком-то смысле на вас остыли не волнует, как именно он это делает. Вроде руки у него чистые, не в растворе, но дом будет приготовлен. А? Больше попросту мошенника. Да, больше попросту мошенника, нет, это настоящий менеджер. Вот, короче говоря, давайте, вначале, рассудим, что должен сделать нормальный менеджер, который хочет реально построить дом. Первое, что делается, это архитектурный проект. Он вызывает другого дядечку, да, с очками, который... Я его вот так вот писал в прошлый раз, квадратные очками недовольного, который имеет большущий карандаш. Это архитектурный проект, вот, и он получает рисунку, на которую вы интересовали дом, а выдает, естественно, строителям этого недостаточно, он выдает строительную документацию, в которой все написано, как проводить электропромокру, коммуникации, рассчитаны толщины, расходный материал, сколько закупить и чего, и так далее. Вот он выдает итоговую с, там, чуть ли не точностью до сантиметра, не до миллиметра, но, там, тем не менее, итоговую документацию будут, да. Дальше этот менеджер что делает? Обращается к прорабу и дает ему строительную документацию. И дает ему строительную документацию. Прораб, это мужик в сказке. Вот, который сам распоряжается, в частности, и средствами для закупки, и так далее. Вот, и он должен, собственно, он в каком-то смысле главный человек, да, именно он строит дом. Ну, правда, он не может делать это по песурке. Ну, соответственно, он возвращает дом, да, он возвращает дом, который требуется вернуть как результат. Но менеджер не имеет права сразу возвращать этот дом. Да, и почему? В хороших фильмах. А вдруг прораб что-то не доделал, украл, но что-то произошло, да, при строительстве, и нужно проверить, проверить соответствие документации технической, да. То есть, и менеджер, не зная подробно, менеджер не обязан все знать, да, он отдает документацию вместе с этим домом, отдает эксперту, вот, к стировщику, да, он отдает дядечке, вот я его нарисую кругленьким, с круглыми очками, и этот дядя улыбается, вот, любит придираться, самым ничего не делает, но всем указывает. Так что он приемщик, и он возвращает, собственно, заключение. Ок, фей. Заключение, да или нет. Ну и, соответственно, там, ну, ну, может быть, какие-то конкретные результаты, но в нашем случае будет, мы сейчас эти контракты сформулируем, да, раз, два, три типы, параметров и так далее, он возвращает булл, либо true, либо false. Соответственно, если false, то перезапускается процесс строительства. До тех пор, пока тестировщик не вернет true, когда он вернет true, мы возвращаем заказчику. Ясно? То есть, вот это алгоритм действий менеджера. Давайте его теперь, собственно, уберем. FixMe, то есть, я приступаю ко второму кабину сейчас, да, и начинаю раскрывать функцию. Я замечу, что я специально сделал так, что функции описывают так, так написано, писать сверху вниз, но смысл не в том, в какой последовательности они в программе. Смысл в том, что я вначале описал вызывающую функцию, закончил описать, а потом уже описываю, вызываю мою функцию, подробности. Понятно? Я детализирую процесс. Эта детализация процесса имеет свое название, запишите его, пожалуйста. Называется декомпозиция задачи. Вот то, что я там сейчас сделал, декомпозиция задачи-разбиение задачи на вот задачи. Правильно сформулированное условие задачи – это половина решения. Именно поэтому мы так долго бились, точнее, я вам объяснял, почему так важно написать документ в правду. Потому что сейчас, придя и стерем, return, fixMe, я не оказываюсь в пустоте. Мне не надо вчитываться, а как будут этой функцией пользоваться. Мне написано, что мне это сейчас сделать. Ну что же, я, а, более того, я, в принципе, спроектировал это там себе на бумаге. Итак, первое. Я получаю план. Я его коротко напишу. Plan равно… Так, значит, как он называется этот человек? Дизайнер он называется. Соответственно, смысл функции будет дизайн. Дизайн хаус. Дизайн хаус по таскам. Так, отлично. Затем, что я буду делать? Я должен делать цикл, но, по сути, цикл в постусловии. То есть, я должен буду строить дом до тех пор, пока не тестирование возвращает правду. Ну, я в питоне нет репетантила, поэтому он реализуется при помощи вайла с одним предваряющим действием. То есть, я вначале делаю хаус равно… Значит, что в данном случае? Я разделяю понятие make house, да, то есть, изготовить дом, да, и непосредственно построить. Я сейчас выведу слово построить, build, да, в смысле физически построить. Build house. Так, и это у меня получает план. Отлично. А теперь, что я делаю? Пока, not, дальше. Я должен сделать тест, да, я, давайте так и назову, test house. Да, тест house. While not, test house. Ну, даже можно, знаете как? Вот я сейчас являюсь пока… Этих функций еще нет, я мечтаю о них, да? Я не мечтаю сегодня. Но именно в этот момент мечтания мне наиболее понятно, как их назвать. Потому что программный код будет выглядеть красиво, если я назову эту функцию test house pass. Правда? Более того, когда я вот так написал, мне становится самому понятно, что эта функция test house pass должна возвращать true, если дом прошел тестирование, да, а не false наоборот. И читается красиво, пока, not, test house pass, я и должен передать, что house, да, и, собственно, plan. Что я делаю, что я делаю, я снова делаю, house, равно, build house, hope, plan. Ну, почему результат будет другим, меня сейчас не волнует, но я буду пытаться добиться от него. Может, я, не знаю, с ввода это получаю, как он там, почему у меня вдруг, ну, может быть, законно. Мне нужно, чтобы тест house была отдельной функцией, возвращала замечания, и замечания через запятую передавались в build house, или была функция rebuild, fix house. Я не буду все это делать. По идее, тут было бы fix house. Так? Не будем. Я буду build house. Так, и что я делаю в итоге? Я делаю return house. А теперь, внимание, что я сделал? Я его сделал реально настоящим менеджером. Он настоящий. Он настоящий. А этих на самом деле вообще еще нет, даже мошенник. Понимаете? Поэтому программа у меня сейчас находится в состоянии not committable. Я не могу, не имею право ее коммитить. Она не запускается. Но, тем не менее, обратите внимание, вот эта функция, она у меня уже написана. Она уже написана. И я к ней, если я не ошибся, больше никогда не вернусь. И она, в принципе, сверху вниз уже детализировала процесс. Пока не настолько подробно. Потому что по-хорошему, ведь процесс надо детализировать еще сильнее. Прораб, он на самом деле может и не коснуться этого дома пальца. Ну, скорее всего, будет. Но не обязаны. Он вызывает бригадиров. Каждый из бригадиров будет отвечать за какую-то свою часть работы. Этот бригадир будет отвечать за фундамент. Он ему дает соответственно часть документации, касающейся фундамента. Этот товарищ возвращает ему фундамент. Этот передает фундамент. И соответствующую документацию по стенам. Передает второму товарищу, который делает стены. по стенам. Этот возвращает ему фундамент уже вместе со стенами. А этому товарищу он передает документарь. Я нейтрализирую процесс. Он передает ему фундамент вместе со стенами и документацию по тому, как делать крышу. Этот товарищ возвращает ему собственно итог совершенный с крышей. Еще окна ему нужно послать еще в коммуникации. В общем этапов там много. И можно это дело разложить по этапу. Ну хотя бы прилететь на фундаменте. И там детализация по каждому процессу. Потому что бригадир сам копать не будет. Он вызовет чувака, рабочего, который будет ему копать. То есть у него есть этап, когда там дырки, а не залитый фундамент. Понятно? Тот возвращает ему дырку. Ну я уж не буду. Возвращает ему выкопанную землю. А этот товарищ, он с лопатой конечно, он копает, но землю сам он возить не хочет. И каждый раз, когда он хочет вывести землю, он этого разнорабочего зовет. Ну условного таджика. Негра с тачкой. Который везет его и выполняет его микропункцию. Понимаете? Но вы не должны, когда вы решаете вопрос о строительстве, вы не должны начинать программирование этого процесса так. Я знаю как возить тачку. Сейчас я напишу функцию по тому, как возить тачку. То есть вы должны эти функции описывать не с вот этого места, не отсюда, а именно сверху вниз, детализируя каждый процесс, каждый кусочек. И у вас получается, что программа постепенно становится все более и более дописанной сверху вниз. И в каждый момент времени она елки-палки работает. Формально. Ее можно формально протестировать. Понимаете? Это очень важно. То есть это не окончательные, но все-таки версии. И каждый коммит у вас новая версия, новая версия, новая версия. Раз взлетели, опустили, взлетели, опустили. Раз мечтали, я сейчас еще не опустился. Для того, чтобы сейчас опуститься, я не буду этого делать. Но понятно, что надо сделать. Мне нужно написать три функции. Def Design House Task. Написать документ в строку. Ретерн фигни. Фикс миф какой-то с решеткой. Первая. Вторая. Def Build House Plan. В которой документ строка. Что она, собственно, строит дом. Plan. Тире. Это архитектурная документация. Тип СТР. Например. Дальше. Return. Что возвращает? Возвращает дом. Дальше. Ну и, соответственно, и return фигня. Фикс ми. Две кавычки. И фикс ми. Чтобы было понятно, что она не готова. Не окончательно. И третья. Def. Тест АУС ПЕСТ. От аус и запятая план. Документ строка. В которой эта функция тестирует дом. В соответствии его плану. И возвращает результат. Return Булл. Тру или фолс. Тру. Если прошел. Фолс, если не прошел. Конец документ строки. Ретерн фолс. Или Ретерн Тру. И решетка фикс ми. То есть, чтобы соблюсти факт, да, ну и... Понятно? То есть, я им поставлю вместо этих реальных товарищей, да, временно поставлю мошенников, но программа станет эмилированной. То есть, я делаю заготовки, заготовки функций и умения правильно и хорошо делать заготовки функций, они еще называются МОК-функцией. МОК-функции. Вот, ладно, в общем, я все рассказал вам про структурное программирование, про это парадигмное мышление, и очень важно, чтобы вы реально ей пользовались, потому что она, это так хорошо, когда меня послушали, вроде бы понятно, но это вещь, которая приобретается практически, потому что вам захочется закоммитить самый неподходящий момент. Ну вот, собственно, вы размечтались, ооо, я написал функцию. Не имеете права вставать из-за компьютера, пока вы не закончите. И понятно, что вот эти изменения должны быть малыми. У меня есть подозрения, что Господь, создавая свое творение, Он тоже по пути коммитил результаты. Промежуточные угрозы они могут, конечно, быть, но результат должен быть устойчивым видом, понимаете, который бегает, прыгает, у которого система мышцы всего, она разумна. Вот так и программа, она должна выполняться. Даже, кстати, вот я вам могу показать, как правильно писать Hello World в несколько коммитов. Коммиты и Hello World. Итак, начинаем. Вот я пишу букву П. Копилируется программа, выполняется? Нет, ошибка. Identifier, not found. Пр. Нет, не выполняется. При. Н. О. Выполняется программа. Я упомянул функцию, программа выполняется, можно коммитить. Да, но ничего не делать, потому что функция просто меньше скобочек она выполнится. Она не выполнится, она упомянута. Я имею право упомянуть этот тип, а просто так. x. А функция это тоже значение определенного типа, а типа function. Его можно упомянуть. Следующее. Принц за скобочками. Причем, кстати, я замечу, что тут опять существует разломанное состояние и состояние починенное. в котором она выполняется. Что это? Я вспоминяю, я вспоминяю. А? Я вспоминяю, я вспоминяю, я вспоминяю. Я сейчас просто пытаюсь это написать, смаксимально по принципу, как можно раньше возвращать программу к компилируемому состоянию, к выполненному состоянию. У нас не компилируемость, а интерпретируемому. К интерпретируемому. Дальше следующее. Кавычки вставим. Туда. То есть я вставляю курсор по серединке, пишу кавычки и опять та же фишка. То есть есть момент, когда она в принципе не интерпретирует. Потом, да? Ну а потом уже я в каком-то смысле накажусь вот здесь вот, да? То есть я это в один комикс напишу. Принц хелло. Понятна логика? Вы знаете, между прочим, я в видеорекомендации сам так пишу. Вначале набирай кавычки или скобки, а потом вставляй курсор между ними и пиши содержимое. Тогда точно не потеряешь количество скобок, количество кавычек. А то все у тебя будет всегда вот закрытые все кавычки и скобки. А? Бальчам сам скобочкой вставил. Да. Есть следы, которые это делают сразу, когда набираешь. Ладно. Значит, что я должен вам рассказать дальше. Время уходит очень быстро. Эта тема непростая. Сейчас я вам очень кратенько расскажу про... А! Стэк вызвал. Что мы сейчас кропаем? Мы кропаем кропаем. Пока вы программируете на питоне, эта вещь почти бессмысленная. Но вы ее видите. Вы, наверное, видите такую штуку, которая называется трейсбэк. Когда случается ошибка в каких-то глубинах программ, у вас вываливается простыня ошибок. И там написано это вызванное оттуда, вызванное оттуда, вызванное оттуда. Да? Оно там ошибка. Поделили на ду. Встречали? Да. Соответственно, как это будет? У вас внутри функции А штуки идут инструкции и вот вызов функции Б. В момент вызова функции Б у вас переход на начало ее программных кода. У вас на специальной структуре данных у интерпретатора, которая называется стэк вызовов, стэк вызовов, там появляется адрес возврата, адрес возврата. Этот адрес возврата содержит в себе информацию о том, куда вернуться после того, как закончится текущая функция. Когда внутри функции Б встретится вызов функции С, у нас на стэке вызова должно будет лежать уже не один, а два адреса возврата. Понятно? Когда функция С вызовет функцию Д, то у нас будет уже лежать три адреса возврата. Когда функция Д закончится, я напишу return, закончится и у нас произойдет возврат куда? Вот туда. В этот момент верхний адрес возврата используется и выкидывается. Больше не нужно. Мы перешли по этому адресу обратно, к месту вызова. Понятно? Таким образом, стэк вызовов при уходе вглубь функций при их вызове углубляет, он увеличивается, разрастается, да? При возврате обратно он уменьшается. В питоне вы можете управлять этим размером стэка вызовов set recursion level, уровень рекурсии. Почему именно здесь рекурсия упоминается? Потому что чаще всего наибольшей длины вы достигаете именно при рекурсии. То есть, когда функция начинает в какой-то момент свое выполнение вызывать сама себя, это будет означать, что у нее в стэке вызовов будет происходить возврат обратно к ней же. И количество вот таких вот совершенных уже на данный момент вызовов, оно определяется тем, сколько там адресов возврата на стэке вызовов лежит. И когда оно будет возвращаться, то есть, когда оно будет достигать return, оно будет возвращаться к месту после того, как был совершен вызов и сниматься адрес возврата. То есть, возврат из рекурсии происходит, когда стэк вызов очищается, очищается, очищается. В конце концов, возвраты в функцию D все совершены, а следующий возврат уже в функцию C. И вы вышли из рекурсии. Понятно? Глобально. Но про рекурсию будет отдельно подробно, сейчас не трогаем ее детально. Полиморфизм в питоне, значение параметров по умолчанию, вынованные параметры. Параметры. Я сейчас подпомню. Это функции, которые сейчас будут очень коротко рассказывать. Это фишки использования функций, которые просты, понятны и им надо пользоваться. Давайте я напишу простенькую функцию def.editor x,y и напишу return x,y у меня к вам вопрос. Вот я могу вызвать эту функцию для 1,2 я могу вызвать эту функцию для хелло запятая волну. А, ну вас так молчить не надо, вы все поняли. А почему я могу вызвать и для чисел, и для строк? Операция сложения Потому что операция сложения есть и для чисел, и для строк. А если я добавлю здесь умножить на х а? Умножать кроки нельзя. Первое у нас странирует. То есть, функция выполняется для любых типов, для которых выполняются те операции, которые в ней описаны. Ясно? Это и есть полиморфизм языка питона. То есть, здесь тело функции, оно одно, да, но оно интерпретируется по-разному для разных типов. Вот и все. Ясно? Все. Ну, знайте, что эта штука называется полиморфизм. Так, ну это я уберу. Полиморфизм. Полиморфизм в питоне является полиморфизмом по типам. Да, и еще пару слов. Называется, типизация в питоне называется dark timing. Или утиная типизация. Если это выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, значит это утка. Понятно? То есть, если это можно, ну давайте, я не знаю, я сейчас напишу. Считайте, что я написал другую функцию. df, f, x, y. Return x плюс y умножить на y плюс 1. Если это можно складывать с y, возведенным в квадрат и прибавлять в единичку, то с этими типами можно вызвать эту токсинь. Если число это то, с чем можно складывать и умножать, прибавлять в единичку, значит это число. Понятно? То есть, если оно пройдет все интерфейсы, сможет выполниться. Все, оно пройдет. Так, ладно. Теперь еще такой момент. Значит, представим себе, что я пишу, ну например, какую-нибудь функцию полинон второй степени. От x, x, причем у меня есть параметры a, b и c. Но я хочу, чтобы я мог эту функцию вызывать, тупо параметры вызвать. То есть, я вызываю эту функцию f, вот так вот, f от, давайте от 2 я буду говорить, f от 2. То я хочу, чтобы f от 2 было 2 в квадрате, ну или f от x, короче говоря, был x в квадрате. Или, короче говоря, чтобы b и c равнялись 0, а a равнялся 1. Понятно? В этом случае, я что могу сказать? Во-первых, интерпретарка скажет, извините, у этой функции 4 параметры, вы должны явно через запятую все это дело прописывать. Я говорю, а я не хочу. Я хочу, чтобы у a, b и c были значения по умолчанию. То есть, если я их не напишу, то чтобы они были равны 0, 1, 0 и 0. Вы заметите, что я сделал. Я тупо прямо в заголовке функции написал равно тому-то. Оно работает. То есть, это и является значением по умолчанию. То есть, я такую функцию смогу вызвать с одним параметром, 3 допустим, да? Это будет тогда что значит? Что у меня от x, а, и она равна, а, ну, я прошу прощения, я не написал содержимое функции. a умножить на x в квадрате плюс bx плюс c. Ну, соответственно, a x в квадрате, а умножить на x в квадрате. Это математическая функция. Ясно? То есть, 3x в квадрате. Я могу эту функцию позвать с тремя параметрами. 2, 1, 2, да? Это будет означать, что у меня это x в квадрате, 1x в квадрате, ну, a x в квадрате плюс b. x. Ясно? А теперь, самая интересная фишка. А если я хочу воспользоваться значениями по умолчанию для a и b, а умолчанием по c как раз нет, я хочу, чтобы это было что-то другое. А? Вот так вы думаете? x, , , , c? Нет. Так нельзя. И это дальше. Только еще и некрасиво. Внимание. Я напишу как будто присваивание прямо в вызове функции. То есть, я, ну, давайте сделаю вот здесь в этом же ряду. То есть, я вызываю эту функцию f, передавая ей x, да? 5. И, говорю, c равно 5. Это, это именованный параметр. То есть, тут перепутать нельзя. Обычно, соответствие параметра, какой параметр какому параметру соответствует, следует порядку. 1, 2, 3, 4, 5, да? Оказывается, в питоне можно сделать так. Если у меня функция потребляет два параметра. Даже, не важно, они не имеют значения по умолчанию, да? Ну и, например, я покупаю return. Ну и, например, print x, print y. x, , а я хочу вызвать эту функцию, да? Но при этом параметры наоборот поставить. Да? То есть, я имею право сказать так. y равно 5, запятая x равно 2. То есть, если я явно сказал такой параметр, назвав его, то следование через запятую, порядок следования, уже не имеет значения. Понятно? Вот. Есть еще одна фишка. Я про нее потом планировал рассказать. И, по-моему, уже не было. Значит, что еще я вам должен успеть за последние 5 минут? Генерация списков list comprehensions. В принципе, list comprehensions у вас должны были быть в какой-то работе по спискам. Их называют генераторы списков, но это не очень хорошо, потому что слово генератор, оно в фитоне еще используется для одной важности тактической фишки, поэтому я бы не путал. Это именно list comprehensions. А русский перевод адекватный я не знаю. Итак, списком можно пользоваться при помощи методов append и pop. Append добавляет в конец, pop удаляет элемент с конца и возвращает его значения. Сейчас pop я трогать не буду, будем append списывать. Итак, у меня уже есть и список A, который содержит какие-то значения. Я хочу на его основе сделать список B, который содержит квадраты этих значений. Как я это сделаю? Я создам пустой список. Я, конечно, могу сразу ему задать здесь ноликами, 0 умножить на len A, но я не буду. Я сейчас пустой список. И дальше что я делаю? Я, пользуясь тем, что список итерируемый объект, сделаю так. For x in A, тем более, что A я менять не собираюсь. For x in A это делаю что? B, append, соответственно, x в квадрате. Ну, или x умножить на x. Понятно? Вот такая глобика. А теперь смотрите. В питоне есть возможность написать это, вот эти три строки, по сути в одну строку. Как? B равно. Открываем то, что называется в русской литературе генератор списков. Ну, least comprehension. Итак. И я пишу сразу выражение. То есть, вот это выражение, а что там будет в качестве элемента, я пишу сразу. Притом, меня ни капельки не смущает, что x еще не существует как переменная. x нет. Я говорю, b это список, состоящий из x в квадрате для x in A. Все. Более того, можно вставить сюда, вставить сюда. Следующий, давайте c список так сделаем. Я хочу в списке c вписать значение, не знаю, синус не очень хочу, 2 в степени x, но только для таких x, которые четные. или нечетные. Для нечетных x. c это список 2 в степени x для нечетных x. То есть я хочу фильтровать. Как это будете выглядеть? Я сделал пустой список. Я сделал пустой список. For x in A. И делаю, если у меня x в процент 2 равно 1. В этом случае c припенден 2 в степени x. Это можно записать 4 строки в одной строке. c равно 2 в степени x для x в A, если x процент 2 равно 1. Понятно? То есть простейшие задачи фильтрации и обработки списка поработают и вот так. Я бы даже больше вам сказал. Особенно забавно получается, если вы вокруг поставите круглые скобки. Правда, тогда вам трудно будет сразу осознать, какого типа стал c, потому что это будет не список. Но вот так вот делать можно. И последняя фишка, простите, последняя. Это генерация двумерных массивов. Генерация двумерных массивов представляет из себя некоторую проблему. Я хочу сейчас сделать двумерный список как список списков. То есть у меня есть ссылка на список, которая содержит ссылки на списки. Понятна логика? Соответственно, аитый это список. Он имеет тип лист. Понятно? И если я к аитому применю житый, то это у меня житый элемент итой строки. Понятно? То есть это житый элемент итой строки. Так устроены простейшие двумерные массивы вперед. Как список списков. Это понятно? Как мне такое создать? Казалось бы, самый простой вариант это создать казалось бы. Вот такой. Я беру, повторяю, ну допустим, m это у меня ширина, m высота. Хотя нет, в той лекции, которая у нас была. m ширина, m высота. Я делаю себе строку. Вот такую. Я говорю, возьмём это дело в квадратной скобке. То есть делаю себе массив из одной строки. статусной заготавливается. И продолжаю это дело на m. На m. На количество строк. Получаю фигню. Но не сразу. То есть если я распечатаю этот a, но вижу вроде бы вот это. Что у меня список списков. В чём будет фигня? В том, что когда я... Давайте я сравню результат. Что получится? Получится, что я сделаю вот такую вот конструкцию. список из одного элемента, указывающий на список. А потом я сделал операцию повторения. Примножение за число. Операция повторения. Она не дублирует объект, а она дублирует ссылки на объект. То есть у меня реально одна единственная строка. А каждый тип элементов возвращает мне ту же самую единственную строчку. Просто потому, что ссылочная модель данных в питоне, она вот здесь вот при операции повторения, и она... Я размножил мне эту ссылку, как бы присвоил ее во все элементы населения. В вертикальном смысле. Вот, да? Списка? Списка тоже. Таким образом, вот так создавать уверенный список нельзя. А как надо? Самый простой способ получается, использует генерал. 0 умноженное на m for i range m. Почему так? Потому, что вот это вот выражение реально будет вычислено на каждой итерации генерации внешнего списка. То есть у меня вот эта внутренняя генерация будет каждый раз, еще раз, еще раз, еще раз. Ну и, конечно, можно сразу же задавать забавные штучки. Я могу реально вот тут генератор написать. Ну, листком прохянщик. Генератор с листком, да? Я могу вот здесь вот написать так. Например, i плюс g for g in range. Ну, давайте я конкретные числа подставлю.